привет друзья с вами снова михаил и сегодня у меня для вас очередной обзор перьевой ручки ну и как вы видите это ручка от швейцарской компании карандаш компания карандаш была основана арнольдом швейцером в женеве в 1915 году изначально компания называлась женевская фабрика карандашей но в 1924 году компанию переименовали в карандаш переименовали ее потому что арнольд швейцер был поклонником очень известного на тот момент художника карикатуриста эммануэля пуаре который родился в москве потом эмигрировал во францию и эммануэль пуаре подписывался псевдонимом карандаш то есть использовал русское слово но записывал его на манер французского аристократического имени каран dh такое забавное достаточно название ручка поставлялась вот такой вот красной коробки покрытые чем-то типа дермантина внутри карандаш of switzerland подложечка конвертер инструкция такая коробочка с двумя маленькими картриджами и больше собственно говоря ничего и там у нас с вами лежала ручка которая называется карандаш лиман карандаш лиман биколор байкалор правильно наверное значит у компании карандаш нету жесткой табели о рангах как у например пеликаны или монплана но все считают что лиман это старшая серия у карандаша ручка очень недешевая ручки серии лиман стоит в районе 800 долларов серия была представлена в 1998 году внутри серии выходили ручки в различных материалах в различных оформлениях 2018 году на 20-летие серии ручка подверглась небольшому редизайну и стал чуть-чуть потолще а также у нее изменился логотип на колпачке ручка достаточно средних размеров вот так она 14 сантиметров максимальный диаметр барреля порядка 14 миллиметров если мы с вами сравним ее спамбланом 146 то увидим что ручка и в общем ну покороче да но где-то чуть-чуть даже потолще ручка выполнена из металла вся скорее всего латунь покрыта лаком и металлический колпачок ручка тяжелая здесь больше 45 грамм современные ручки еще немножко более тяжелые забегая вперед до у этой пластиковые секции у современных остальная секция поэтому они еще немножко тяжелее ну и давайте смотреть а во первых на верхушке колпачка мы с вами видим вот такой вот логотип cda карандаш сейчас логотип они поменяли сейчас не в такой шестиугольничек здесь сверху далее а мы видим что колпачок немножко скушен клипу примерно как это делает современный waterman на самом деле это не waterman придумали так делали итальянцы очень много лет назад клип достаточно простой клип подпружинен что достаточно приятно колпачок в носичку да и как я вам сказал ручка называется by color то есть двуцветная имеется ввиду что колпачок одного цвета то есть стальной баррель другого цвета здесь мы с вами видим колечко и это колечко относится не колпачку одно относится к баррелю и на колечке написано карандаш два раза по кругу а сигарообразный сходящийся кончику баррель и металлический медальончик здесь в принципе достаточно строго но довольно красиво еще раз повторю ручка тяжелая да из-за этого создается такое впечатление что вот у вас в руке что-то такое вот серьезное колпачок на резьбе чтобы открутить нам с вами требуется ровно один оборот и здесь мы с вами видим во первых еще одно колечко и металлическую резьбу на колечке стоит логотип фирмы карандаш написано swiss made и далее мы с вами видим пластиковую приталенную секцию а к общему размеру ручки мне секция кажется немножко тонковатой но на удивление секция очень удобная когда вы держите ручку да все очень очень приятно я думал что будет не сильно удобно из-за того что секция тоньше чем баррель на самом деле ничего подобного все очень неплохо и здесь мы с вами видим золотое 18 каратное перо с логотипом карандаша это перо производства компании бок и на обратной стороне вот такой вот достаточно коротенький пластиковый фидер в принципе в принципе выглядит очень неплохо здесь есть резиновое колечко которая уплотняет соединение колпачка с барлем то есть колпачок самопроизвольно не откручивается и вот здесь на резьбе тоже есть резиновое колечко из-за которого баррель достаточно туго откручивается от секции стандартная картридж конвертерная система заправки как вы видели в комплекте есть конвертер но вот я вставил картридж длинный стандарт интернешнл в руках ручка лежит очень неплохо вес немножко смещен назад потому что баррель все-таки металлический до секция пластиковая удобно удобно ничего не могу сказать но ручка достаточно тяжелая без колпачка тут 30 34 грамма но не всем это может понравиться да вот я люблю тяжелые ручки вот ну и давайте посмотрим что у нас умеет делать перо и так karan dh leman напишу что это by color ну и напишу что это версия номер один да сейчас вторая версия этих ручка продается выпускается перо медием 18 карат или 750 проба золото с рудевым покрытием а чернила монблан лавендер purple и что вам сказать про это перо ну первое что мне бросается в глаза перо достаточно тонкая то есть это такой не очень медием да я бы сказал что ближе немножечко к файлу я ожидал что линия будет потолще подача подача достаточно обильная так и я сказал средняя ближе к обильной да не совсем обильная но вполне достаточная перышко очень гладенькая вот прям очень очень отполирована совершенно замечательно практически никакой обратной связи никаких проблем перышко не доставляла и перышко довольно тугое да довольно жесткая то есть она не позволяет нам достичь никакой вариативности линии вот таким образом друзья таким образом очень крепенько сделанная ручка я бы сказал так солидно солидно достаточно стандартный дизайн то есть вот ничего такого сверх выдающегося я здесь не вижу ручка достаточно тяжелая не всем может понравиться но очень качественная и очень неплохо пишет таким образом друзья ручка мне в общем-то вполне вполне понравилось вот такой обзор увидимся в следующий раз пока пока